Сергей Жижин занимал должность заместителя председателя городской думы с марта 2016 года. До этого он занимался подбором персонала в Орфеадсвнеев, затем был исполнительным директором технопарка Саров. В январе он возвращается в ядерный центр, где возглавит управление по реализации перспективных проектов и будет заниматься развитием гражданских направлений продукции и территориальным развитием города. Не секрет, что в рамках проекта «Большой Саров» много проектов сосредоточено. Это развитие и кластера Саров Арзамас-Дивеева, это развитие проектов научно-образовательного центра, проектов по территории переживающей социально-экономического развития. Вот все то, что не удавалось здесь в рамках ограничения полномочий было сделать, встретиться, предусмотреть, съездить, сейчас это можно будет позволено сделать. Сергей Жижин останется секретарем местного отделения партии «Единая Россия» и председателем комитета по градостроительству и имущественным отношениям. Занимать две должности в ядерном центре и в Думе по уставу города нельзя. Энергии, знаний и опыта у него достаточно, чтобы успеть на этих двух должностях и работа в НИЭФ, и работа в Думе. Но устав превыше всего, и мы проголосовали сегодня за досрочную отставку Сергея Александровича. Также на седании Думы депутаты утвердили новый перечень объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, в отношении которых в 2020 году планируется заключение концессионного соглашения. В прошлом году концессия в отношении горводоканала не состоялась. Органы местного самоуправления каждый год обязаны такой перечень утверждать. Концессия – это один из инструментов, который предлагает государство в плане эксплуатации инженерных сетей водоснабжения и водоотведения. Для принятия взвешенного правильного решения нужно подготовить разумную, четкую, прозрачную технико-экономическую модель. Для того, чтобы ее подготовить, нам, как базовая ее составляющая, это и является перечень имущества, по которому мы считаем всю эту модель, соответственно. Большинством голосов депутаты проголосовали за утверждение перечней. Кроме того, на заседании глава города Александр Тихонов поздравил заслуженного тренера России Виталия Михайлова с юбилеем и вручил ему почетную грамоту Сарового за вклад в развитие физкультуры и спорта. Со своей стороны депутат Заксобрания Нижегородской области, заместитель директора Рафиацвнеев Юрий Якимов также отметил заслуги Виталия Карловича и наградил почетной грамотой ядерного центра. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.